Всем привет, ребят, с вами Скорп, и сегодня перед нами стоит задача, как из такого меню сделать такое. Или такое, всё зависит от вашего вкуса. Для того, чтобы нам начать работать, нам нужно зайти в папку ресурсы, та, что в цистрайке лежит, и найти эти два файла. Чтобы вам было понятней, что за что отвечает скриншот у вас на экране. И теперь всё зависит полностью от вас. Допустим, если вы ха... Так, стоп. Во-первых, надо не забывать, что наши картинки должны быть в формате TGA. И точно такого же размера, как и стандартные. И желательно без заднего фона. Ну так просто красивей. В общем, во избежание проблем, лучше сделать так, как просит игра. Это я насчёт размера картинок. К заднему фону это не относится. Допустим, мы хотим изменить первую надпись. Ну, та, что жёлтая. Для этого мы берём нашу новую картинку и меняем её название под Game Menu. Ага. Теперь просто-напросто их заменяем. И переходим в КС-ку. И вот что у нас получилось. Забавно, да? Вы такие в контру заходите и видите надпись. Ага, попался. Вы такие, в смысле попался? Наводите мышку на надпись, а тут, опа, Counter Strike. Прикольно, да, придумано? Если кому-то очень надо, можно сделать наоборот. Ну, для этого меняем файл не Game Menu, а Game Menu Mouse Over. И тогда будет так. Если вас не устраивает такой ход событий, можно сделать так. Готовим две новых картинки опять. Кодируем их в нужный формат. Подписываем и заменяем. И теперь наслаждаемся результатом. Я особо не старался, потому что моя задача была показать, как это всё работает. Если кто-то не умеет пользоваться фотошопом, то можно рисовать в любой графической программе. Если ваш редактор не позволяет вам кодировать в формате TGA, то специально для вас я оставлю ссылочку на онлайн-конвертёр. Этот сайт вам что угодно перекодирует. Когда-то этим сайтом пользовался и я, очень остался довольный. Это действительно очень классный ресурс. Вот чисто, ребят, по-братски вам советую. Этот сайт вам сделает всё как надо. И по большому счёту-то всё. Рассказывать больше особо нечего. Хотя есть, конечно, одно замечание. Вот смотрите. Когда будете подгонять по размеру картинки, то можно ошибиться на 10-20 пунктов. Не обязательно подгонять тютелька в тютельку. На чуть-чуть ошибиться можно. Но злоупотреблять не следует. В противном случае, ваша кс-ка просто вылетит или зависнет. Вот теперь точно всё. Если этой обучалки вам было мало и вы хотите посмотреть что-то ещё новенького, то для вас в описании я заторпел ссылочку на плейлист по туториалам. Переходи и смотри. Дружище, там действительно есть на что посмотреть. Поверь мне. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин